Всем добрый день! Мы сегодня со Светой едем в город по делам и кое-какой будет сюрприз для нашего папы. Поэтому смотрите. Мы надеемся, что вам понравится. Поснимаем, постараемся обратно. Мы все равно пешком пойдем с города. Поэтому что-то поснимаем, да, Света? Мы с собой взяли селфи-палку, я взяла, которая на Wi-Fi работает. Ну, на Bluetooth, или как она там называется. И поэтому постараемся поснимать. Так что далеко не уходите. Ребят, приехали в город. Светик со мной идет. Тут у нас тротуар, вы за стадионы делают. Пешеходную дорожку. Мы ходили, смотрели бассейны. И такой невысокий. Самый хороший бассейн. Восемь, почти восемь восемьсот, да, по-моему, цена у него. Но это уж очень дорого для нас. Мы такой явно брать не будем. И вот ходим, ищем бассейн. Дети хотят купаться. Сейчас зайдем вот здесь в строительную, а потом еще посмотрим в этом. В Крепаре и в Фортуне. В карусельку сюда, наверное, зайдем. Посмотрим. Ну, там видно будет. Ладно, идем. Заходили, ребята, в магазин, смотрели. Там маленький, да, совсем? Для Ванечки только, если за 450 малюсенький бассейн. Не, нам надо что-то другое. Нам надо выше, чтобы был хотя бы двойной, да? Чтобы все хотя бы немного могли палькаться в воде. А то получится один Ванюшка будет палькаться. Но Марина туда еще залезет. А больше, что нет. Тут садик, ребята, у нас. Вот такие вот у нас улочки. Ходим пешком. Это туристов, скорее всего, привезли. Заказной, наверное, автобус. Ну да, я же говорю, заказной. Скорее всего, туристов привезли. Алана. Видите, у нас какие автобусы заезжают иногда к нам. Алана, Алана. Ладно, идем. А? Вообще сломала? Да не дала мы, выбросишь мусорку, может, кто-нибудь заберет себе. Ладно, идем по городу. Ну. Ну, если хочешь, можешь оставить. Потом починим. На клей приклеить, да и все. Сейчас все водители под камеру попали. Ну да. Дома все старые. Ну, хорошие. Вот мы сейчас туда пойдем. В Крепар. Надо привыкнуть на штативе носить камеру. Надо привыкнуть на штативе носить камеру. Просто как-то неудобно на штативе. Да и наплевать, по идее. Я без звука сейчас это пущу. Просто как мы шли без звука. И все. Так, ребята, мы сходили до свекрови. Иди сюда, глупая там машины. Света боится кровь. Тут кровь выходит. Света туда ушла. И мы взяли для папы кое-что. И потом вам покажем. Это сюрприз будет для него. Это подарок для него такой. Да не бойся, ты рядом со мной идешь. Ладно, мы идем на автобус, на остановку. Все, ребят, сидим на остановке. Ждем автобуса. Я открывала газировку и сама вся пролилась. Смотрите, что. Вся. Вся облилась, а вся сырая теперь. Дай меня-то попить. Взяла, поставила, деловала. Мы со Светой тут сидим. Подарок папе везем. Там был видео, увидите, что за подарок ему придет. Вот такой вот зашли газировку, взяли. Жарко очень сильно. У нас сегодня жарко. Что-то еще вкусное, кстати. Держи. И там, дай покажу. Бабулька одна отоваривалась. И у нее были вот такие вот наклейки. Они ей не нужны. Я попросила, говорю, можно мы заберем? У меня, говорю, дети собирают. И вот хотят вот эти вот игрушки. Кто собирает вообще? И у меня вот дети собирают. И мы забрали. Она нам разрешила. Мы забрали. Дети хотят собрать игрушку. Взять, купить. Ладно, сидим на остановке. Тут, ребята, смотрите, как хорошо. Что там у тебя в кармане еще? Там еще одна была наклеечка, ведь маленькая. У нас уже, что, одной штучки не хватает до 20. Надо было еще одну листовку взять, но вот потом завтра поеду в город еще и возьмем листовку, да? Ребят, вот кто догадается, что это мы такое для папы купили? Да, там видно сразу, ну... Это подарок. Можно так сказать, подарок. Посмотрим сейчас папину реакцию. Стрисвет такой велик там, трехколесный велик. Трехколесный велик, классно. То, что можно положить кучу всего в корзину и едешь. Мы один велик оставили у бабушки. Да, Света? Мы сегодня взяли еще один велик и оставили его у бабушки. Завтра заберем. Там колесо спущено, потому что полностью. Завтра Егорку возьмем, насос возьмем с собой и накачаем колесо. Да? Ты довольна? Что, его себе заберешь? Или нет? Еще не знаешь? Будешь думать, какой твой. Ну ладно, сидим, ждем. Там вот у нас магнит. И связной у нас есть магазин здесь. Вот здесь вот у нас училище ПТУ. Так называемое. Сейчас оно по-другому как-то уже называется. Но раньше мы его ПТУ называли. Раньше здесь вот стоял двухэтажный дом. Потом его разобрали. Людей переселили и разобрали. Ладно, ждем автобус, сидим. Дорогие друзья, снимаем реакцию. Иди сюда, Владик, иди сюда. Для тебя подарок. Тебе передали, сказали взять. Ты доволен? Ты понял, что это тебе? Я не могу сказать, мне просили, не говорит, но это тебе подарок. Придется тебе корову заезжать. Нет, начинать надо с козы. Соберешь потом. Ребята, короче, это передали подписчики для папы. Бензиновый, что он, триммер, да? Называется. Ты довольна? Подарок, конечно. Вот такой вот он, ребята. Вот такая марка. Нам посоветовали, сказали ее взять. Поэтому я выполнила просьбу. Папа сегодня соберет ее. И покажем вам все, да? Папа покажет, как косит. Дорогие друзья, у нас уже время вечер. Все вы видели, что я мужу привезла, какой подарок. Многие скажут, кто же это такой? Что же это? Откуда такой подарок, да? Ребят, подарок это все вы. Мне переводили некоторые люди на всякие вкусняшки детям. Я их все отлаживала, по большей части, для того, чтобы купить какой-то такой подарок, чтобы он запоминался. И несколько человек именно переводили на триммер, который траву косить. Их тоже я отлаживала и не трогала. И вот поэтому вот получился у нас, мы купили триммер. Во сколько он обошелся? Обошелся он нам в 6800 рублей. Я просто картошку мою, мы хотим окрошку сделать. Сделаем сейчас окрошку, яички поставим, отварим. У нас сегодня в гости были и в баню приходили мылись наши родные, родственники. Сходили в магазин, покажи, какую колбаску мы купили. Ну такая простенькая. Муж потом днем ходил в магазин, купил яйцо. Что-то овощи он, по-моему, какие-то еще брал. Не знаю точно, что он там купил, но вот папушка купил. Мы съездили со Светой в город ради вот этого. Для папы такой сюрприз сделали, да? Поэтому пишите ваши комментарии, как вы думаете, правильно ли я поступила или нет. Многие, конечно, напишут, что я неправильно сделал, перечисляли деньги детям, а вы купили вот этот вот триммер. Ну вы сами видели, у нас траву косить надо, и поэтому вот я решила вот так вот потратить. И это получится память, как от подписчиков подарок. Да, с пользой нам. Потому что там у нас всякие жуки, всякие ящерицы бегают. Ящерицы жуки бегают? Да. Ты где их там видела? Видели мы. Сейчас поставим окрошечку, отварим, сделаем. Ну, снятие. Ну, мы много всегда делаем. Так, все, хватит. Сейчас залью водичкой и поставим варить. Пишите, что вы себе готовите на ужин. Нам тоже будет очень даже интересно, да, Светик? Сегодня муж собирать не будет, триммер, сказал, а потом, когда выходной у него будет, он его соберет. Сегодня не стал ничего собирать, уставший. Поэтому он потом соберет. Мы сейчас сходили, соседа вот проводили гостей на автобусе, вот колбаску зашли, купили. Будем окрошку делать. Дети путем ничего есть не хотят. Уже не знаешь, что ребята их готовят. Вот, честное слово, не знаешь уже, что готовить. Сегодня у нас все так жарко, что они вообще уже ничего не хотят. Так, все, хватит водички. Все, пойду унесу кастрюлю на летнюю кухню. Будем там на летнюю кухню готовить. И мне переодеться надо, а то я вся вспотела уже. Устала и жарко сегодня еще. Волосы все вспотевшие, сама все вспотевшие. Ладно, идем готовить окрошку. Дорогие друзья, вы мне скажете, да, это же деньги были на детей. Почему вы накопили и купили триммер? Ну, дорогие друзья, нет, я часть денег, конечно, тратила на детей. Я в этом смысле ничего такого не имею в виду. Просто я захотела какой-то ставить подарок от подписчиков, чтобы был надолго и нужная была вещь для нас. Как вы видели, у нас трава растет быстро. И хотелось бы скосить, чтобы была площадка лучше для детей. Поэтому вот я взяла вот такой вот выбор. Почему взяла бензиновый, а не проводной? Да, это удобнее будет. У нас территория большая. Это представьте, сколько метража надо будет провода, чтобы скосить всю траву. Да и мне кажется, это удобнее. Это и я смогу сделать. Но вот сегодня папа не будет собирать, так как он уставший. Говорит, потом когда-нибудь в другой день будет выходной. Он соберет обязательно этот триммер, и мы вам покажем, как он работает. Он большой, он бензиновый. Стоимость я вам уже говорила. И поэтому я просто хотела посмотреть папину реакцию. Он не знал, что я это куплю. Поэтому я проверила его реакцию. Я ему сказала, что это как подарок получается от всех подписчиков, которые когда-то либо переводили нам денежку. Я их копила. Он даже не знал про эти деньги, ничего. Я просто их копила, копила. И получается, что этот подарок от вас, от всех для нас. Мне кажется, это нужная вещь для нашей семьи. Если вы считаете по-другому, пишите. Я ничего против критики не имею плохого в виду. У нас сегодня даже родственники уже говорят, о, теперь у нас есть кому у нас на территории тоже траву скосить. Так что теперь папе можно и колымить даже идти, скашивать траву. Вещь хорошая. Ну, я не знаю, я понимаю, что многие скажут, Насте эти деньги переводились на детей, а ты потратил на территории. Я представляю, что будут такие комментарии. Поэтому я ничего плохого в этом не вижу. Ну, пишите, конечно, я ничего плохого не имела в виду. Да, многие напишут, что это вот вам переводили, и вы потратили. Ну, я считаю, для нашей семьи это нужная вещь. Буду ждать ваши комментарии. Сейчас у меня девочки уже режут все для крошки. Будем ужинать окрошку. На этом, я не знаю, завершу, не завершу видео. Но постараюсь сегодня что-то еще поснимать. Поэтому всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Самое главное, берегите себя, берегите своих родных и близких. Берегите своих детей, берегите свое здоровье. Желаю всем, всем-всем-всем всего самого хорошего. Так, дорогие мои, приготовила окрошку. Сейчас пойду ребятишек помою и будем кушать. Такая вот вкусная окрошка. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы пошли в баню. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!